Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидера от компании Kaido, Inspiron называется серия. Здесь у нас 5 штучек самых таких лайтовых и медиум лайтовых, потому что хэвики мы снимем чуть попозже. Это все-таки мощные такие, достаточно тяжелые фидера, ну бюджетного класса абсолютно, конечно. Поэтому, скажем так, большинство интерес вызывает именно вот, скажем так, до 390-90 и более лайтовые варианты. Да, они как бы удобоваримы, приятны достаточно по строю, и ими можно, в общем-то, действительно получать удовольствие от рыбалки. Поэтому вот сегодня у нас 5 моделек на обзоре. Я начну с 390-90 грамм. Вот такая модель. Сделано неплохо. Катушка-держатель похож ДПС. То есть здесь выбита у нас Kaido. Дальше достаточно современный дизайн рукояти с расширением таким и с небольшой вставочкой пробки. Ну, это обои. Ну, в общем-то, они значения никакого не имеют по большому счету, потому что обои, не могу сказать, что некачественные, ничего не рассохнется, не рассыплется и так далее. Сам материал EVO достаточно надежный и плотный. То есть это действительно такая вот плотная рабочая лошадочка, да. Дальше идет, чтобы, видимо, снизить цену, да, ее не повышать, скажем так. Просто обрез EVO заподлицо и небольшая фаска здесь снята. И, в общем-то, на этом все. По катушке-держателю сюда влезает, мы уже мерили, то есть катушечки до пятитысячного размера, без всяких проблем. Здесь колечко у нас двушка входное. Стыки нужно на всякий случай обработать обязательно, чтобы у вас не было поломок. Мы, в принципе, при продаже это сделаем. Но на всякий случай посмотрите, пожалуйста, мое видео, как выбирать фидер, да, как проверить его на брак, проверить на качество при покупке. Поэтому там я пишу, что вот эти кромки нужно обязательно обрабатывать, потому что они часто, бывает, подпиливают маму, как бы, с колена, которая насаживается с внутренней стороны. Вы это не видите, потом происходит поломка. По лаку, да, и в целом по дизайну, ну, такой он неброский, достаточно неплохой. И лак тоже, вот, потеков лака и так далее, я не встречал таких серьезных каких-то, значит, По вершинкам здесь такой интересный момент. Я вам сразу по вершинкам. На все модельки фидеров здесь идет 1, 2, 3 написано. Имейте в виду, что, ну, кто-то может подумать, что это унцы и так далее. Но здесь у Кайда идет маркировка до этого. М, Л, ЛМ и так далее. То есть, скажем так, на всех фидерах написано 1, 2, 3 вершинки. Но вы смотрите обязательно на маркировку перед этим обозначением. И, соответственно, на лайтах стоит ЛМ. На медиумах, на 390-90М очка в библиотуре, да. И средний вариант это ЛМ. Посадочный диаметр 2,2 мм у всех вершинок, у всех моделей. И я вот здесь заранее, чтобы не отвлекать на долгое время, измерил все вес, транспортную длину и так далее. Потому что, в общем-то, Кайде не стоит верить. Мы с этим столкнулись уже на баллонках, на махалках. И, в общем-то, то, что написано на бланке или там где-то еще, оно не соответствует часто действительности. Поэтому давайте я вам скажу. Значит, 390-90. У меня здесь листочек, не знаю, в кадре видно его и нет. Я заранее измерил все. Значит, 390-90. Вот он у меня в руках. Здесь ближний ко мне. Транспортная 137. Диаметр бланка 14,5. Вот здесь я мерил. Колечко, как я сказал, 20. И вес 240 грамм его. 1, 2, 3 унции, вариант М в вершинах. Значит, дальше 30-35. Сейчас я вам скажу. Вот такой вот этот вариант. 133 транспортная. 11 диаметр бланка. То есть, я показываю, что я у всех диаметр меряю в этом месте. Кольца 15 миллиметров. Вес 165 грамм. И вершинки в точность также. 1, 2, 3, но вариант стекло. В варианте единичка это будет стекло. 360, 60. У нас 128 транспортная. 12 миллиметров диаметр бланка. 20 кольцо. Вес 186. Точность также 1, 2, 3. Вершиночки. Здесь они все карбон. 330 до 50 грамм. 116 транспортная. 11,5 диаметр бланка. 15 кольцо. Вес 171. Вершинки 1, 2, 3. И варианты Мэлитик вершинок. 270, последний до 30. 115 транспортная. 9 миллиметров толщина бланка. 15 колец. И вес 150 грамм. И вариант вершинок у нас здесь. Ну, точность также 1, 2, 3. И единичка у нас стекло. Значит, давайте самое основное, наверное, это разложим и смотрим строй по этим фидерам. И вообще, как они в руках лежат, я вам расскажу. Вот, в целом могу сказать, что на фидера Кайда, которые продаются у нас, это не те фидера и не те удилища вообще, не те модели Кайда, которые продаются в КДФ, на Кайда Фиш и так далее. Это другие модельки. Именно поэтому здесь мы проверяем надежность, гарантии и так далее. То есть, они точно так же, как и все удилища, проданные из магазина Мультифиш, участвуют в программе лояльности. Вы можете получить 2 запчасти год в период проведения акции бесплатно совершенно. По программе лояльности более подробно читайте, пожалуйста, на сайте Мультифиш. И второй момент, мы точно так же даем бессрочную гарантию на заводской брак, на все эти удилища Кайда, точно так же, махи, баллонки и так далее. То есть, вы можете бессрочно, если это будет заводским браком, мы вам меняем либо колено, либо удилищ, там как угодно, мы уже договариваемся и так далее. Поэтому можете не сомневаться, те Кайдовские удилища, которые вы покупаете у нас, вы будете подстрахованы фактически по КАСКО. Пока мы такие акции проводим, да, ну, надеюсь, ничего не изменится. Ну, я на этом все, давайте вот сейчас раскладываем, смотрим строй. Итак, друзья, разложили, 270-30 грамм вот у меня в руках. Ну, плохого здесь может быть только, наверное, в плане строя, то есть в руках он не может лежать тяжело, сами понимаете. Ну, такая палочка, вот смотрите, я специально на камеру вам делаю. Давайте нагрузим. Ну, средний строй. Смотрите, вяжущий такой достаточно бланк. Ну, мне, честно говоря, не очень нравится вот это вот достаточно мягкое второе колено. Ну, не знаю, лично по мне. Да, он там низкого теста, малого, но тем не менее. Значит, следующее у нас 300 длина. Смотрите. Здесь он уже чуть-чуть пособренный немножко, хотя тоже второе коленце, видите, оно достаточно... Ну, вот вы понимаете, это паразитка будет влиять на забросы, может быть, захлёстывать на себя. Давайте нагружаем. Ну, то же самое, видите, мягкий бланк абсолютно. Вот, ну, как бы такой... Мне нравится бланк, который построже, который будет держать всё-таки заброс его, он может... То есть он, ну, скажем так, перегружать эти бланки нельзя. Они просто бросать прекратят. Значит, следующий у нас вариант 330-й. Ну, здесь уже вес начинает ощущаться, но всё-таки бюджетное, конечно, худилище. Давайте загружаем. Ну, видите, вот, я не могу сказать, что очень сильно мы тянем, но, видите, он тут же, даже от небольшого совсем усилия сгибается дальше. То есть нет, он не держит, как бы, ну, с моей точки зрения. Значит, 360-60. Да, ну, вот здесь он уже, видите, вот уже построже. Хотя тест-то не сильно. 360-60. Ну, давайте нагрузим. То есть, если вы хотите узнать, что я имею в виду в плане пикерочков, да, о чём я говорю. Вот посмотрите, Photon Pro 240-40. Вот строгость его, жёсткость в середине и так далее. Но при этом это пикер до 40 грамм, то есть, да, и работает прекрасно. Ну, вот смотрите, 60-ка. Ну, то же самое, всё то же самое, видите. Вот, ну, кому-то нравится. То есть, такого вот среднего строя палочки. Так, и 390-й. Ну, здесь уже вес немножечко ощущается. Но не могу сказать, что критично всё-таки здесь. Вот видите, здесь уже при забросе она будет уже работать достаточно неплохо. Именно в забросе. А в плане перегруза, я думаю, то же самое. Сейчас посмотрим по бланку. Видите, здесь уже чуть-чуть более, ну, похожий струй, но за счёт именно теста. Здесь уже жёстче бланк. И он, вот я им бросал на тест. Не могу, я не, да, именно вот на веса, да, бросал. То есть, я 90 грамм ставил, он уже точно не очень бросает хорошо. Поэтому здесь минусы, конечно. Итак, друзья, посмотрели, выбирать вам. Могу сказать одно, что мы проверяем на качество удилища Кайда все. Поэтому в плане брака можете быть уверены. Здесь не будет такого, это раз. Во-вторых, это, как я сказал, иные удилища, чем поставляются в КДФ магазины Кайда. Поэтому, скажем так, они никак не пересекаются. Можете быть в этом уверены. Ну и, соответственно, наши гарантии для вас распространяются на, как я сказал раньше, да, по чехлу. Простенький чехол на завязках, но достаточно плотного синтетического материала. Неплохо сшит. Соответственно, вот с таким, с двумя отделениями под колено. И третье отделение у нас под тубус с вершинками. Обязательно прошу вас, ставьте лайк, нажимайте вот такой большой пальчик вверх под видео и нажимайте кнопку подписаться. Для вас ничего не стоит, что называется, да. Для меня это большой плюс, ваши благодарности. Обязательно напишите что-то в комментарии, что вы хотите услышать. Допустим, какой-то новый обзор и тому подобное. Или бы что-то непонятное, я отвечу вам в комментариях. Всего вам доброго и до новых встреч.